Добрый день, дорогие друзья! Вот посмотрите, какая роза у меня расцвела. Это вот уже отцветает бутон. Не бутон, а уже роза, цветок, отцветает. И вот он получается такого цвета побледнее. Здесь уже вот давно цветет. Здесь и желтая, и красная, алая. А вот эти бутоны только распустились. Здесь и желтая, и ближе к морковному. И вот они такие. Смотрятся очень хорошо, красиво смотрятся. В общем, распускаются разные. Ну, примерно одинаковые, но когда распускаются, они красивее. Эта роза, я ее покупала в Дикси, нашла сейчас горшочек, называется Фольклор. Я покупала там еще розу, похожую на нее. И она уже была под другим названием. Чем это объясняется, я не знаю. Но, может быть, желанием продать розы. Но розы красивые получаются. Вот тут они морковные, с желтым. Очень красивые розы получаются. И смотрятся необычно. Серединка как бы завернута. А здесь вот распускается. Это вот на верхушке. Она еще будет цвести, эта роза. Покупала две. Еще покупала Амазон розовую. Это... Вот это все фольклор. Вот это все, что осталось от Амазона. Были бутоны. Она бокаловидная, но не переносит дождей. Дождей она нисколько не переносит. И поэтому сейчас, пока она не цветет, бутоны есть. И вот эта роза выглядит так. Ну, выглядит она хорошо. На солнышке смотрится прекрасно. И рядом с ней лилии. Вот эти лилии оранжевые. Тоже отсвечивает. И тоже расцветочка не такая. Но они ярко-ярко оранжевые. Зацвели. Полную силу зацвели. Вот здесь. Сколько здесь? Три цветка. Один цветок вот упал. Видите, как он смотрится. Отсвечивает желтизной. Но все равно они оранжевые. Здесь вот у меня лаванда. Конечно, я ее не к месту посадила. Надо ее куда-то убирать. Но она сидит под розой. И лилии, и лаванда хорошо сохранились за зиму под розой. Им хорошо. Я немножко еще испортила, что посадила вот этот цветок. Вспомню, назову его камнеломка. Я его определяла как мшанку, но это камнеломка. Цветет такими красненькими цветочками. Красиво цветет. И вот она, эта мшанка, разрастается. Я ее, конечно, урезаю, но она разрастается. Мне нравится вот такой коврик. И еще вот здесь две лилии оранжевые. Вот этот весь костик. Они не костиком, они рядышком сидят. Разрослись, и я рассадила деток. И детки уже зацвели наравне со взрослыми лилиями. И вот здесь цветут лилии. И роза цветет. Ну и примерно одинакового цвета. Роза желтая с красным, а здесь оранжевая. Вот такие лилии. И лаванды немножко. Немножко лаванды. Такая. Она тоже оранжевая, но не такая насыщенно яркая. Немножечко у нее листики заворачиваются. В прошлом году она была повыше. Вот они цветут. На фоне отцветающей тритомы. Тритомы вот так отцветают. Потом уже не так красиво становится, как сначала. Но все равно мне нравится тритома. И вот лилии, которые эти цветут. А здесь распускается вот такой кустик. Рядом желтые лилии. У меня их много. Они теперь размножились, рассадила в нескольких местах. Они размножаются хорошо, растут и цветут. И вот у них серединка оранжевая. Вот как язычок. А сами они желтые. Обильно цветут. Очень обильно цветут. И каждый год они цветут. На этом месте посажены. И здесь им хорошо. Это куст ночной красавицы. Она еще называется по-другому. И вот такая ее прелесть в том, что этот цветок распускается на глазах. Если постоять, посмотреть, он открывает лепестки один за другим. Ну, время немножко надо постоять. Но смотреть интересно. И красивый он такой лимонно-желтый. Вот он сейчас цветет. Потом у него образуются семена. Семена стреляет во все стороны, раскидывает. А потом ищи его, где он зайдет. Когда он сходит, он похож на сорняк. Я его часто выпалываю. Но вот в этом году надо собрать семена. Он двулетнее растение. А так цветок красивый. На этой клумбе, которую я именую горкой, вот красная роза цветет. Она была морковная, теперь красная получилась. Цветы вот такие у нее. Кончики даже бордовые. Но это она уже цветает. Она роза цветет не один раз. Потом у нее еще будут бутоны. Еще они будут цвести. Вот так вот она смотрится на солнце. Смотрится она шикарно, можно сказать. И рядом с ней желтые лилии. Те, что я показывала ранее. И вот на этой клумбе все сочетается красное и желтое. Дальше лихнис. Тоже хорошо смотрится. Он тоже у меня сеется. Где оставляю, где выпалываю. Вот такое получается сочетание. Опять те же желтые лилии. И здесь рядом с ними цветет вот бледно-розовая лилия. Она не очень так смотрится. Ну вообще ничего смотрится. И еще здесь вот так называемые кудри. В народе их зовут кудри. Бывают они оранжевые. Но вот у меня такие лимонно-желтые. Их много. Это только начало цветения. А вообще их много. Они еще будут цвести. И вот получается красная роза, желтые лилии. Красный лихнис. И розовая лилия. Она не так высока, эта лилия. Рядом с этими цветами здесь у меня в основном петуния. И вот здесь забыла. Лабелия в горшочке. Она разрослась. Вот ей хорошо. Тут цветет обильно хорошо. Надо будет собрать семена. Смотрится на экране как фиолетовая. На самом деле она синяя. С белым глазком. Рядом тоже будет лилия зацветать. Покупала ее как земфиру. Земфира розовая. А вот бутоны почему-то желтоватые. Посмотрим, когда зацветет. Здесь у меня сидят гибриды. Вот эта лилия. Покупала ее как гибрид. То ли от, то ли ло. Но пока что вот она низенькая. Может быть на следующий год разрастется, что-то изменится. Пока что она вот такая. Смотрится она неплохо. Желтоватая серединка на листике. Розовые краешки. И вот такая лилия. А здесь вот трубчатая. Это ароматная лилия. Вот такая она трубчатая. Мне ее только дали. Вот их два бутона. Пока еще. Только они у меня размножаются. Извину у приобретенных ярко-оранжевая. Так как я ее пересадила. У меня первый год после пересадки лилии бывают невысокие. И вот она такая расцвела. Отсвечивает здесь, кажется, желтая. А вообще так оранжевая. Ну, красивые цветы, красивые. И лилейник распустился. Сейчас вот он во всю мощь свою, во всю свою красоту. Но лилейники надо снимать, пока они цветут. Они быстро отцветают. Не зря зовут их красноднев. Они цветут одним днем. Но, может быть, на второй день еще поцветут. А потом вот цветок увядает. Вот как здесь. Он увядает. На его месте распускается другой. Но вот так, когда их много, не часто увидишь. Если пропустишь, будут... Ну, другие цветы тоже будут. Но, может, и не успеешь снять. Вот такая красота. Здесь, рядом с оранжевой лилией, лилейник Францхальс. Очень красивый лилейник. Я в прошлом году его рассадила. Поэтому на нем пока будет мало цветов. Но разрастается он очень сильно. И цветов будет много. И цветет такой простой лилейник. Он красивый на самом деле. Но его не считают сортовым. Наверное, он тоже как-то называется. Есть название у него. А когда много цветет красиво, очень красиво, он неприхотливый. Он может цвести где угодно. Да, не все могут цвести где угодно. Лилейники хорошо цветут, отзываются на все. А могут и просто цвести в канаве. Вот здесь розовая лилия на фоне красной розы и на фоне лихниса. И получается вот такая композиция. На этом я заканчиваю свое видео. До свидания. Будьте здоровы. Не болейте. Мирного неба над головой. Следую. Продолжение следует...